Всем привет! Наконец-то 300 тысяч подписчиков! К сожалению, это не про меня, потому что у меня ещё 299 тысяч, но вы увидите этот ролик, когда у меня уже будет 300к. В честь этой юбилейной даты я хотел спалить своё лицо на ютубе, действительно я это сделаю, смотрите видео до конца. Ну и также я подготовил такой весёлый видосик в стиле, короче говоря. Ну, я его не смог сделать на 10 минут, это достаточно долго, поэтому как получилось, так получилось. Ещё скажу, что я даже не знал, как его назвать, потому что в нём нет никакого особого смысла, прямо как в конкурсах Дохняжа, типичный Райан вернулся. И поэтому воспринимайте это видео просто как фановое. И ещё интересный факт, что это видео основано на реальных событиях, то есть реально почти все ситуации, которые вы сегодня увидите, происходили со мной по-настоящему. Только я их немного переделал. Ну в общем всё, приятного просмотра. Это был замечательный день, я опал кубки в Бравл Старс, но решил немного отдохнуть от игры и зайти в ВК. Мне там кто-то написал и поздравил с 300к подписчиков. Я подумал, что заранее поздравлять не совсем уместно, но всё равно мне было очень приятно, и я написал спасибо. Но тут этот человек написал, что ошибся каналом и хотел поздравить какого-то Кремиза, а мне пожелал умереть. Я решил, что этого просто так не оставлю, и он за это поплатится. И скинул ему номер, куда нужно было отправить деньги. Как ни странно, он мне скинул 100 рублей и написал извини. Отлично. Я в хорошем настроении продолжил лапать кубки в Бравл Старс. И тут меня в комнату пригласил какой-то Блэд Морковка. Это было странно, потому что у меня в друзьях был только Блэд Огурчик. Он мне предложил задонатить 2000 гемов, но у него на аккаунте не было Спраута, поэтому это было странно. Я решил проверить его на сообразительности и спросил, сколько будет 2 плюс 2. Он долго думал над этим непростым примером и в итоге всё-таки ответил 5. Значит, сообразительности у него проблем нету, и всё нормально. Он точно не будет обманывать меня на аккаунт. Поэтому я сразу же скинул ему почту и пароль от своего аккаунта и написал, что жду гемов. Ну а сам пошёл в Ютуб смотреть полезные и познавательные видосики. Спустя какое-то время я решил зайти на свой аккаунт и проверить свои гемы. Но там уже был какой-то бой. Я удивился, потому что я всегда использую другой гаджет на Мортиса. Я уже почти затащил катку, но вдруг мне написали, что подключение прервано. Я сразу же перезашёл в игру, но загрузка почему-то зависла на 100%. И тут я всё понял. Я отдал свой аккаунт взломщику, и он мне сейчас вливает кубки. Мне стало обидно, потому что закончились все серии Лунтика, да ещё и аккаунт украли. Решил тоже кого-то обмануть на аккаунт в беседе по Бравлу. Написал, что доначу всем 2000 гемов. Написал, что я ютубер, но меня послали в жопу. Поэтому я сказал, что пошутил, и на самом деле бущу аккаунта. Затем меня спросили, сколько Эпик Персов в игре. Я написал, что Мортис и ещё кто-то. Меня кикнули. Обидно. И тут я вспомнил, что у меня есть ещё один аккаунт, на который я давно не заходил. Это был аккаунт жмых бобах 228. Там было немного персонажей, но хоть что-то. Решил написать в чате клуба «Всем привет». Мне сразу же написали «Привет, господин». Я удивился, но всё-таки мне понравилось, когда ко мне так относятся. Но этот человек сразу же написал «Нету, да». Я пошёл играть на кольте в Соло ШД. Как ни странно, со мной все тимились. Мне это нравилось. Я с лёгкостью всех убил и занял первое место. И тут я почувствовал невероятную уверенность. Почувствовал себя богом этой игры. Поэтому решил вызвать какого-то топа с 30к на дуэль. Я был уверен в себе на 100%. Написал, что порву его в сухую. Я рвал его в сухую. Не оставлял противнику никаких шансов на победу. Я убил его 10 раз подряд. Но тут вспомнил, что мы играли в футбол и надо забивать мяч ворота. Забил мяч ворота. Это было слишком просто. Я настоящий царь этой игры. Решил устроить небольшой турнир для сокланов. Но в первой же игре меня убил читер на ните. Я написал, что нита в бане и её нельзя брать. Вроде бы все поняли. В следующей катке уже не было никаких нит, но меня убил бул из кустов. Я хотел написать этому человеку, чтобы он убрал бул, но случайно убрал его. Решил вообще всех выгнать из комнаты и остаться один. Пошёл играть. Я раскидывал всех налево и направо. Снова почувствовал себя богом этой игры. И я уже почти затащил. Но меня убил какой-то читер на броке. Я спросил у четвёртого бота, где он скачал читы. Но вдруг понял, что он мне не ответит. Решил набрать в интернете читы для Бравл Старс, но почему-то ничего не находилось. И тут я вспомнил, что забыл что-то очень важное, поэтому сразу же отписался от канала Оскорбителя. Но ещё решил зайти на свой аккаунт, проверить, что там сделал взломщик. Зашёл. Ничего не изменилось, но на моём аккаунте было 20 тысяч кубков. Я удивился. Решил забрать мега ящик. Но из него, как обычно, ничего не выпало. Ещё я обратил внимание, что у меня очень много наград в Бравл Пассе. Это тоже сделал взломщик. Поэтому решил открыть все сундуки. Мне выпала пассивка на Дэрила. Я обрадовался, давно её хотел. Я уже открывал следующий сундук, но тут мне кто-то позвонил. Это было странно, потому что у меня не было скайпа. Я подумал, что мне опять будут говорить, что я победил в каком-то там конкурсе. Но этот человек просто поздравил меня с 300к подписчиков. Я ничего не понял, но сказал спасибо. И тут я понял, что у меня на канале уже реально набралось 300 тысяч подписчиков. Ребят, всем большое спасибо за вашу поддержку. Это реально очень круто, потому что я не ожидал, что я соберу и тысячи подписчиков, когда я первый раз на ютубе выложил своё первое видео по Асфальту 9. Ну что ж, раз я обещал показать на 300к подписчиков своё лицо, то сейчас я вам его покажу. Вот он я, вот так я выгляжу. Но сразу хочу сказать, что я не хочу становиться какой-то там публичной личностью, то есть снимать видео с вебкой, чтобы меня там узнавали. Не знаю, не хочется мне этого. Но и в то же время я там не анонима, как Лайн, например, который не палит своё лицо. Поэтому вот так. А по поводу 300 тысяч подписчиков. Это, конечно же, очень круто. Я на этом не собираюсь останавливаться, то есть буду двигаться только дальше. Вообще, у меня есть цель обогнать по подписчикам Даркняша. Я не знаю, почему, типа, никакого негатива я сейчас к нему не испытываю, но просто вот так вот как-то прикольно получилось, что я давно хотел это сделать, вот именно обогнать его по подписчикам. Возможно, у меня когда-то и получится это сделать, возможно, нет, не знаю. Ну что ж, на этом всё. Ещё раз всем большое спасибо за поддержку. Предлагайте в комментариях что-то интересное, что мне можно снять. То есть не обязательно придумать какие-то идеи, а просто можете написать, сними там такую-то рубрику там, или интернет в Бравл Старс там третью часть, только там ещё что-то добавь. Ну то есть что-то такое. Как говорится, дальше больше. Спасибо за просмотр, всем удачи и пока.